Доброе утро, Светлана Ивановна! Сложившаяся у нас в стране и во всем мире эпидемиологическая ситуация требует особого внимания, особенно к тем людям, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Как вы считаете, кому в большей степени требуется медицинская реабилитация? Вопрос медицинской реабилитации сейчас является очень актуальным касательно пациентов, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию. И на мой взгляд, она показана всем пациентам, которые переболели. Ведь мы знаем, что болезнь еще недостаточно изучена, и поэтому требуется максимальное и тщательное обследование пациентов. Ведь необходимо восстановить утраченные функции, а именно восстановить жизненную емкость легких, сатурацию крови кислорода, эвакуировать мокроту из легких, восстановить психоэмоциональное состояние пациентов. Какие методы медицинской реабилитации наиболее эффективны, на ваш взгляд? На самом деле методов медицинской реабилитации достаточно много. В своей практике я руководствуюсь рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации, данными мировых научных сообществ, ну и, конечно же, через призму собственного опыта. Каждый организм особенный, и болезнь у каждого протекает индивидуально, поэтому, конечно же, и программу нужно подбирать только индивидуально. Необходимо учитывать возраст пациента, пол пациента, сопутствующие заболевания, полученные осложнения, непереносимость лекарственных средств. В составлении плана реабилитации, прежде всего, я назначаю диетотерапию с подбором индивидуального питания. Лечебная физкультура и дыхательная гимнастика заслуживают особого внимания, поскольку являются очень эффективными. Необходимо подобрать медикаментозную терапию. Ведь в этот период у пациентов большая потребность витамини D, C, цинки. Необходимо сбалансировать вводный режим, подбор медикаментозной терапии по направлению антиоксидантной терапии по необходимости, сосудистая терапия, гепатопротекторная терапия, ну и так далее. Какие жалобы возникают наиболее часто у пациентов, переболевших COVID-19? Чаще всего пациенты жалуются на быструю утомляемость, пониженное настроение, плохой сон. Почти половина пациентов жалуются на мышечные боли, головные боли. В своей практике я встречаюсь еще и с такими, так называемыми, скрытыми осложнениями, про которые пациенты даже и не подозревают. А какие методы вы применяете для выявления, вот в том числе и скрытых осложнений? Прежде всего, конечно, подробный, тщательный сбор анамнез, осмотр пациента, развернутую клиническую лабораторную диагностику и функциональную диагностику, в том числе ультразвуковую, рентген-диагностику, КТ и МРТ по показаниям. По результатам обследования мы проводим консилиум совместно с моими коллегами узкими специалистами. Это с диетологом, эндокринологом, ревматологом, неврологом. Вместе мы оцениваем полученные результаты и назначаем индивидуальную программу медицинской реабилитации. Как много пациентов обращаются к вам лично за медицинской реабилитацией после перенесенной коронавирусной инфекции? Какого возраста пациенты? Какие вы можете дать советы нашим зрителям? Ко мне ежедневно обращаются пациенты за помощью после перенесенной новой коронавирусной инфекции. Возрастной диапазон от 18 до 80 лет и старше. Могу сказать, что методы медицинской реабилитации достаточно эффективны. Действительно, пациенты отмечают, что у них улучшается общее состояние, настроение, повышается активность, они становятся более бодрыми. Они возвращаются к своему привычному труду и образу жизни. А мои советы следующие. Во-первых, выполните все рекомендации, полученные от лечащего доктора при выписке. Обратитесь к терапевту. Пройдите консультации рекомендованных узких специалистов. Получите индивидуальную программу медицинской реабилитации. И, пожалуйста, берегите себя и своих близких. Да здравствует общество здоровых людей! Здравклиник.ру Получите подарок. Сертификат на полторы тысячи рублей. Доктор, спасибо вам большое за то, что были у нас сегодня в гостях. Спасибо вам большое, что пригласили. С вами была программа «Доктор И». Смотрите нас по будням на канале ТВ-центра и не болейте. Информацию о нашей программе ищите в социальных сетях. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok